хорошо вера ты готова и я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 1997 года воплощенного на земле 1 2 3 хорошо снимаются все маски и голограммы фантом предстает перед тобой в первозданном виде 1 2 3 илья выходит сейчас из своего биоробота становится рядом если в его биороботе находится чужеродные голограммы копии они сейчас выходят силами его намерения становятся рядом 1 2 3 у нас 2 голограммы тонкое тело связано и она лежит в ящике вот так сколько у нас артефактов в общем получается 3 хорошо бери его тонкую копию защитный костюм защищай биоробот бери в сетку две голограммы которые есть и вместе с тонкой копией поднимаясь в комнату диагностики на счет 3 1 2 3 хорошо и насчет три голограммы уходит в клетку тюрьму 1 2 3 значит одна голограмма это он сам как кукла вторая голограмма он сидит в позе лотоса и у него как оранжевые крылья такие и и сам он вот сейчас он как как в ящике на группу похожий ящик и он связан там ничего себе так ну давай его достанем из этого грубо вера да и силу моего намерения сейчас я разрезаю эти связанные руки ноги и этот он встает а гроб отправляется в клетку тюрьму и становятся заложником один-два-три на него не руки ноги он весь перемотан перри веревки разрезается влад разрежь их аккуратненько и все нитки отправляются в клетку тюрьму готова отлично он можно его сейчас сканировать вера но он слабый он считает сколько у него сейчас энергии и качество вибрации у него сидит кто-то ладно давай сканировать хорошо и я даю команду насчет 3 сканер начинает сканировать пространство над головой пространство местах интерференции загорается ярко-красные маячки значит у нас дракон красный хорошо у нас гуманоид хорошо грей грей черт и бес демон черт и демон да хорошо так гуманоид замер на месте 1 2 3 так откуда гуманоид отвечай мне на вопросы он дает информацию что он пошел не по правильному пути то есть по пути который мы ему предложили у нас все прописано у нас все четко прописано и скреплено его согласием гуманоид ты меня слышишь вот такая энергия идет но она не достигает нас но он полностью в какой-то энергии стоит у нас влияет сейчас нет он не влияет на так как его защита такая оболочка вокруг него прозрачная светлая такая какая-то как голубая что ли неоновая что у меня есть отличное средство для сжигания таких оболочек мы буквально вчера их или сегодня сжигали защищается а он от нас защищается он не влияет гуманоид да я тебя сразу предупреждаю о попытке малейшего влияния на нас у меня есть очень серьезные полномочия оружия против тебя если ты не доведешь меня до состояния такого чтобы я защищался от тебя и не будешь мне врать отвечать на все вопросы тогда я не буду воздействовать на тебя тебе понятно да не понятно хорошо и так мой первый вопрос гуманоид откуда ты оберу оберу что это такое оберу планета где она находится это ты относишься к сириусу или ты кореону относишься другой галактики отношусь другой галактики даже очень интересно так как давно ты находишься в этом его биополе 6 человеческих лет хорошо теперь расскажи мне о том что ты там предложил кому какой там прописали вы договор какой как это все было что ты предложил и что ты ему дал и что ты получил знания а какие знания тему дал тем которых он нуждался но это слишком абстрактный ответ более конкретно судя по всему я прочитал его письмо он вообще ничего не знает он думал что он знает а оказалось что в нем сидит вот такие вот столько-то о твоем существовании большим уверен он не подозревает на физическом уровне он думает что он соединен с высшей космической цивилизации вроде по его словам и у него есть какие-то что-то это я космическая цивилизация хорошо и показывает как связь как картинка идет от ильи идет такая как поток такой светлый луч наверх там вот стоит вот этот гуманоид от гуманоидов бог идет луч грэем и от грэй опять хиле как треугольник такой которые связаны так грэй пришли вместе с гуманоидом получается они представители галактики наши угры я смотрю вы даже уже дальше пошли раньше вы только с рептилоидами бегали а сейчас вы решили уже на гуманоидов ради своих экспериментов перейти идти у них технологии ну правильно у них технологии которые могут нам помочь но мы все эти технологии обнаруживаем вот такая вот окази до сегодняшнего момента еще ни один грэй от нас ни один рептилоид даже ни один гуманоид не ушел не говоря о драконах и демонах понятно так что ты ему там предложил гуманоид какие знания дай мне пример чтобы я понял о чем ты сейчас говоришь и знания ли это было были или это была фантазия фикция много фикции значит ты ему предложил фикции аж тут он тебе взамен согласно твоему прописанному контракту должен был дать или ты уже взял свои энергии энергии других людей то есть получается так он имеет в себе что-то что может у других людей откачивать энергии то есть он вампир какой-то энергетически получается по твоим словам он досаждает другим людям а ты можешь эту энергию так как-то получать или как через него грей собирает ее а ты посмотри как хорошо он досаждает другим людям они дают кидают свою энергию а эту энергию собирает грей для тебя правильно все по контракту но это по контракту который ты ему предложил я больше чем уверен что на нем вряд ли там может вспомнить дал ли ты ему какие-то знания фундаментальные он может выходить в астрал он может подниматься на высокий уровень общаться с высокими субстанциями или все что он общается и видит это у меня есть высокая субстанция ну ты хочешь сказать что все заканчивается на тебе да все что он видит то что я разрешаю то он видит то что я показываю понятно а ты случайно он может обойти мой контроль понятно не мог надо говорить в прошедшем времени потому что мы здесь именно для того чтобы все это снять аннулировать все контракты мы здесь находимся по воле излияния или он нам на законных основаниях он нам дал задание вытащить всех интерферентов из него все подключки чипы и датчики и поэтому мы сейчас работаем здесь ты понимаешь гуманует сегодня будут расстроены все контракты у него тонкая копия так ужасно выглядит такое ощущение что с нее кожу сняли и он вот полусогнутый стоит снимается все маски голограмм 1 2 3 отключи эмоции в севера 1 2 3 наблюдай это не воздействие случайно идет нет это вот он завязанный был и они вот они мучили вот тонкую копию то есть вот он энергии очень мало в нем я не понял ты сейчас говоришь алии оказывается хорошо значит тогда будем переходить к реверсу и потом будем разговаривать так все поняли гумануэй ты понял что сейчас будет происходить хорошо ты меня услышал дракон ты меня услышал да услышал дракон если я это восприму как угрозу сейчас я достану печать дракона и сожгу тебя ты это понял а вот эту копию которую сделал дракон да позе лотоса с оранжевыми крыльями это подсказал ему гуманоид они не связаны каналом но какие-то картинки этим путем драконам тоже показывал отдельно илье то есть там была ОПГ организованная преступная группировка но это твоя точка зрения мы сейчас этот контракт достанем и посмотрим что от него останется сегодня все контракты согласно воле ильи будут расторгнуты так я перехожу подожди вот это то что он показал вот эту картинку как луч идет наверх потом грэем и опять вот этот луч он у него на голове заканчивается вот он как информационно подкреплен к нему что ли его как-то снимать надо будет рассинхронизируем его потом он сейчас еще идет на него да ну вот на тонкой копии я его не вижу но на картинке он показывает и оттуда явно идет что он хорошо если этот луч если этот луч с яс присутствует и работает над головой он становится видимым один два три но это в принципе то что он отключать должен потом выносить понятно хорошо все хорошо переходим к процедуре реверса сейчас энергии если кто-то будет блокировать энергию он будет наказан после этого будет происходить обмен энергиями мы дадим вам все черные заберем светлые энергии которые вы украли после этого будет производиться проверка проверка будет производиться двумя миллионами герц если кто-то что-то что-то забудет обращаясь ко всем присутствующим он сгорит в клетке хорошо я даю команду тонкой копии лист проецирует все энергетические сферические каналы ко всем ответственным подселенцам ответственным за чужеродную негативную патогенную низкие вибрационные энергии в его биополе один два три начали выстраиваться каналы сущности каждый подходит к своему каналу я даю команду тонкой копии произвести отчуждение все чужеродные патогены низкой вибрационной энергии Откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Илье. Энергия страха, неуверенности, энергия всех болезней. И все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Подсвечиваем все каналы ярко-красным цветом. 1, 2, 3. Пиши их четко и ясно. Они им их дарили. Гуманоид, он их дарил. Кого их? Артефакты. Гроб. Копию. Он его обманывал и делал ему какие-то подарки. В виде чего-то. Слушай, Гуманоид, ты точно не серьезно? Скажи мне, ты не ловец душ? У меня такое ощущение, что ты что-то не договариваешь. Не отвечает? Вера? Он пытается влиять. На тебя? Ну, он, как сказать, гипнотизировать пытается. То есть, чтобы на него не смотрели. Мне это начинает надоедать Гуманоид. И направляя на него свой щит, на счет 3, печать из семьи архангелов. 1, 2, 3. Мощнейший поток удар света любви отца. И открывая портал белого света от абсолюта любви, начинает заливать его комнату, где он находится. Сжигает любую защиту, пока на пол не ляжет. Она пробила защиту, она как растаяла. И вот этот свет, он в него зашел. И он поменял цвет. И кем стал? Как сломался. Он просто сел. Отлично. И ты называешь себя высшей космической расой? Высшей по сравнению с вами. С вами. Вот я стою перед клеткой, а ты находишься в клетке. Кто из нас выше? Итак, я тебе задаю еще раз вопрос. Ты стерился? Не все это осознают. Я за всех и не говорил. Я за себя спрашивал. Итак, ты стерился или нет? Третий раз. Больше не буду спрашивать. Нет, я не одиночка. Я работаю для своей расы. Посмотрим. На кого ты работаешь? Если ты думаешь, что у меня нет возможности проверить, я тебе сегодня докажу обратно. Так, и он замер в клетке. Если будет какое-то малейшее воздействие, я тебя сразу предупреждаю. Этот лазер, который у меня на руке, ты его видишь? Я тебе отрежу ногу или руку. Любая попытка мешать мне работать, точно такая же будет адекватная реакция. Значит, ты не ответил на мой вопрос. Хорошо, все. Поехали дальше. Энергию вернули все. Не понял. Энергию все забрали. Все забрали. Отлично устанавливаются фильтры сейчас с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса. Илья забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные, чистые. Один, два, три. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, до последней капли возвращает Илья себе обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все, свое, себе обратно. Так, я подхожу к демону. Считай цифры над головой демона. Один, два, три. Семнадцать. И он тебя приветствует. Приветствует тебя, демон. Черт. Цифры над головой. Один, два, три. Пять. Пять. Хорошо. Демон, ты вместе с чертом зашел, да? Давно зашли? Демон зашел, привел черта. Понятно. Гуманоид после вас пришел? Нет, они зашли позже. Позже. Понятно. Хорошо, скажи мне. Какое-то, знаешь, что-то такое лекарственное витает, как на медицинские препараты, на какие-то, что ли. Демон зашел на медицинские препараты, да, в больницу? Да, вот запах вот этот. А, чувствую сейчас. Дезинфекционные. Да. Хорошо. Хорошо. Так, ты, наверное, как растил лярву там, да? Он показывает, как спортзал, что ли, какой-то. Да? Чуть громче, верно? Физическое его, вот это физическое состояние на него. Его они, из него они пытались. То есть он спортом занимался, да? Чуть громче, да. А, вот как. Хорошо. И сколько ты говоришь, как долго ты сидишь в его биополе? Год. Год, хорошо. Итак, есть лярвы на теле, да? На голове лярва. Ты наверняка ее потом хочешь спросить, можешь ли ты ее забрать или нет? Если ты разрешишь. Если ты будешь кооперировать, мне никаких проблем нет с тем, чтобы ты забрал эту лярву и поделился с чертом, как вы там договорились. Все, хорошо. Согласен. Так, хорошо. Значит, с гуманоидом мы все поняли. Грей. Что же вы за греи такие? Я еще грейв с гуманоидами не видел. Сколько их, Вера? Три. Три. И над неорганическим загорается ярко-красная лампочка. Один, два, три. Все органические. Все органические. Ты посмотри. А, ну да, им же, в принципе, третьего они берут для защиты, когда они передвигаются. И последний у меня вопрос. Это к дракону. Дракон, как долго ты сидишь? Считай цифры над головой, Вера. Три года сидит. Три года. У него там трехзначное число какое? 381. Да. Хорошо. Так. Хорошо. Как у нас с реверсом? Закончился? Закончился. Хорошо. Переходим к процедуре вытаскивания ваших артефактов. Начнем тогда сейчас с демона. Демон выходишь, забираешь все, что ты там оставил. Черт выходит, тоже забирает все, что оставил. Качельки там свои, носочки. Все, что перевязали, я все вижу. И, демон, после того, как все заберешь, доложишь, я тебе разрешу взять лярву. Хорошо. И, демон, можешь забрать лярву. Ничего не оставляй. Готово. Хорошо. Так. Черт, тоже все забрал, да? Да. Хорошо. У нас там остался красный дракон. Я прошу тебя сейчас выйти, вытащить все, что ты оставил в его биополе. Накидку красную, как колпак такой длинный снимает. Ну, все энергии с него забрали. Пластину достает. У него где-то снизу, вот, нижняя часть лица. Подключки идут от этой пластины. Снизу к глазам. Веселая компания. Снялся. Хорошо. Я прошу Греев сейчас выйти и вытащить все, что они оставили. Если они хотят живыми остаться. Ни одного проводка, не забывать. Все, что оставил гуманоид, вы тоже вытаскиваете. Мне говорят, что здесь нужна какая-то специальная рассинхронизация, чтобы с головы снять вот этот... Хорошо. Понимаю. Колпак. Канал. Канал, как он, да. Хорошо. А с кем он на синхронизации? С гуманоидом, да? Да. Хорошо. Тогда сейчас я сделаю это. И я даю команду на счет три. Происходит полная рассинхронизация энергии ИЛИ полностью до последнего микрона. Вся чужеродная... Он говорит, что пока скреплен канал, ты не можешь это делать. Потому что его намерение против. Его намерение за тонкой копией заключило контракт. И его намерение должно разорвать этот контракт. Только потом ты можешь рассинхронизировать. Хорошо. Значит, Илья сейчас должен силой своего намерения... Илья понял, в какую ситуацию он попал? Он понимает вообще, что происходит? Да, он понимает, но он слаб. Что он там заключал? Хорошо. Он слаб. И как нам сделать так, чтобы заправить его энергиями? Дадим ему 120% или как? Нам надо работать. Нам надо контракт разорвать. Хорошо. Значит, тогда будем переходить. Значит, у нас дракон все снял. У нас остался только тогда гуманоид. Так, давай тогда отпустим дракона. Он нам не нужен больше, да, Вера? Дракон не нужен. Я могу сжечь каналы сейчас? Нет, пока они не сняли. Хорошо. Дракон нам не нужен, да? Или пусть стоят все? Пускай стоят. Ты можешь контракты вызвать сюда прямо. Хорошо. Так я и сделаю сейчас. Так я и сделаю. Интересно девки пляшут. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями Илья должен взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Он готов это сделать? Да, он кивает. Хорошо. Я говорю вслух, а его тонкая копия пусть повторяет за мной. Я вызываю все соглашения, контракты, договоры с соглашением, контрактом и договором. Один, два, три. Вышли договора? Да, вышли. Хорошо. И, Илья, этот важный момент. Ты готов расстаться с этими договорами и аннулировать их? Посмотри на них. Он готов аннулировать все, он плачет. И вот у него как душа плачет. Хорошо. Пусть повторяет за мной. Внутрия властью моего суверенного я. Я объявляю, что все эти соглашения ноль души и законному праву распоряжаться собственными энергиями. Один, два, три. Пошел возврат энергии. Готово. Отлично. Открывается портал в галактическое ядро. Вся контракты улетают в галактическое ядро на переработку. Один, два, три. Готово. Хорошо. Так, что у нас происходит сейчас с этим? Грейча. Синхронизацию надо сделать. Хорошо. И я даю команду. Илья собственной своей энергией начинает рассинхронизацию с энергии гуманоидов игры. Он забирает все нити до последнего микрона своих энергий и отторгает назад гуманоиды игры их энергию на счет три. Один, два, три. Начинается рассинхронизация. Пошла синхронизация. Расходится энергия. Каждый забирает свою. Готово. Хорошо. Так. Грей. Рассинхронизировались. Вытаскивайте. Только аккуратненько. Не повредите. Сейчас они как, как сказать, снимают, но как откручивают этот канал каким-то таким. Он прикручен был? Но он пределан как-то сейчас. Обалдеть. Вот это вредители. Отстегивает. Вот он на всю голову, лоб, затылок, все. И наверх уходит такая, как воронка, можно сказать. Полнейший отток. Считай, пожалуйста, сколько энергии сейчас у Ильи и какая чистая вибрация? Посмотри. Насколько они его понизили. У него 54. И 12. 11. 11. Хорошо. Они полностью конструкцию с головы снимают, спина. На руках у него, на пальцах. Подключки идут оттуда. Грей. Грей – это ваши технологии или технология гуманоида была? Или он руководил? Смешанная. Смешанная. А с каких пор вы начали с гуманоидами работать? Вы же раньше с рептилоидами работали. Или вы другие, Грей? Они говорят, что они всегда с ними работали, просто гуманоиды не всегда хотят с ними связываться. А, понятно. Они себя считают... Гуманоидов хватает своих технологий. Грей, а с какой он цивилизации? Соседней. Это не ответ. Название назови. Вы помните, что я об Амбане говорил, ЕК операции. Они говорят, что для нас это как выдать военную тайну. Хорошо. Если ты этого не знаешь, мы бы промолчали. У нее все равно нет привычного для вас названия. Хорошо. Так, они все забрали, да? Они все сняли. Все сняли. И сейчас мы сканируем полностью все семь тонких тел Ильи на счет 3, 1, 2, 3. На всех семи тонких телах находятся любые остаточные чипы, датчики, ниточки. Все что угодно на мельчайшем уровне. Моментально загорается ярко-красный маячок и над ответственным загорается ярко-красный маячок. 1, 2, 3. Сканер сканирует все семь тонких тел Ильи. Находит все. С драконом надо рассинхронизироваться тоже. До 3 года. Хорошо. И сейчас, Илья, мы сделаем точно так же. Рассинхронизацию с энергией красного дракона. Ты забираешь свои энергии, он забирает свои энергии. И я считаю от 1 до 3 и начинается рассинхронизация. 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация. Забираешь все свои энергии. Дракон красный, идут к нему назад все его красные энергии. Все на его частоте возвращается до последнего микрона. Он ему информации подсаживал тоже много. Лживый. Какое-то, да, как ощущение, что к Илье какой-то ДНК вернулось. Такое что-то, форма произошла. Вот так вот, очень интересно. Скажи, дракон, меня интересует эта идея с фениксом. Кто ее подкинул из вас? Кто там сказал, что он феникс, что он там божество? А дракона это. Вот эта копия, через нее он так синхронизировался плотно. Через тонкую копию, вот один сидит он. А Илья открыл свои поля, впустил всех, со всеми понаключал контрактов. Снизу поза лотоса, сверху оранжевые крылья, вот это. Вот оно и было. А голограмма, она в клетке до сих пор. Через нее дракон ее представлял Илье, предоставлял, транслировал. Синхронизировался таким путем. Илья, теперь вы понимаете мой недоверие. Когда я читал вашу историю, я вам написал сразу, что это работа интерферентов. Меня пытали убедить в обратном. И как видите, все-таки так и есть. Илья очень глубоко пошел с этой идеей. И вот что-то не в ДНК, а кот себе посадил. Потому что у него миссия. Потому что сейчас вернул дракон. Прирост синхронизации. Нашла энергия такая. Хорошо. Так, кто у нас еще с ним синхронизированы? Или больше никого нет? Просканируй его ручным сканером. Если где-то что-то осталось, ты это находишь. Готово. Чисто? Чисто. Хорошо. Начинаем. Отпускаем их. Так, Демон, я прошу тебя больше не приходить в это тело. Сегодня Илья, это относится всем. Илья сегодня прочитает манифест. И после этого вы будете нелегально находиться в его биополе. И тогда я вытащу опять вас. Если вы со мной встретитесь, будет неприятность. Все понятно? Все понятно. Хорошо. Вас вместе отпускать или каждый на свою чистоту? С чертом. Вместе. Хорошо. И открывается один портал на двоих. На чистоте Демона. 1, 2, 3. И Демон вместе с чертом уходит. Забирает все, что они с собой принесли. 1, 2, 3. Закрывай, опечатай, растворяй. С тобой угодно и пентаграмм. Есть. Слушай, сам съел лярву. Этому обойдется и вместе отпускает. Вот, друзья. Хорошо. Поехали дальше. Дракон красный. Дракон, ты все слышал. Ты больше в это тело никогда не приходишь. Потому что ты не хочешь со мной встречаться во второй раз. И увидеть меня, когда я становлюсь в гневе. Когда я вижу второй раз. После того, как человек произнес манифест. Интерферента того же в нем. Понятно? Найди себе новое место обитания. И существуй так, чтобы не встречаться со мной и с Ильей. Все понятно? Малейшая попытка будет караться смертной казью. Просто фатально. Сожгу лазером. Понятно. Хорошо. Открывается наверху портал на чистоте красного дракона. 1, 2, 3. И красный дракон уходит на свою чистоту. Забирает все, что с собой принес. Все вместе с ним уходит. Голограмму отдавать? Нет, стоп. Голограммы остаются. И закрывай, опечатай, растворяй. Он ушел. Да, готов. Открывается под голограммами портал в галактическое дро. 1, 2, 3. Они улетают в галактическое дро на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатай, растворяй. Ну, одна улетела, которая с драконом была. Да, а вторая? Это от гуманоида, да? Ну, от гуманоида у нас как голограмма, как кукла, которая говорила его. Она же неорганическая, конечно, да? Да, и еще у нас гроб с веревками. Отлично. Значит, гроб с веревками. И это голограмма. И все то, что вытащили, греи, собирается в одной клетке, где находится гроб. 1, 2, 3. Готово. Отлично. Хорошо. У нас там весь этот хлам, который они принесли, да, Вера? Да. Отлично. Открывается портал в галактическое дро. Все улетает в галактическое дро на переработку в чистую первичную энергию. Готово. Хорошо. Закрывай, опечатай, растворяй. Все, у нас остался гуманоид и греи. Хорошо. Так, и я делаю запрос в энергоинформационном поле и прошу Ли выйти на связь. Она тебя слушает. Я приветствую, Ли, у нас гуманоид опять. Говорит с планеты Абиру, вместе с ним три грея. В комнате находится. По всем описании ваш клиент. Посмотрите, пожалуйста. 30 минут вытаскивали. Гуманоида. Забираем греев на свою волну. Она сама откроет портал. Хорошо. Она просчитывает координаты. Готово. Вот сейчас портал открылся. И он уходит. Он полностью закрыт. Да. Как железный коридор такой. Оу. Все понятно. И в этот коридор он уходит на счет 3. Один, два, три. Ушел. Там его встречают. Там готово. Понятно. Я хотел вопрос еще задать. Ли, а из какой цивилизации? Он не сказал, откуда он. Можно для информации узнать? Гуманоид. Ну, гуманоид Сириус, Орион. Я имел в виду созвездие. Он сказал, что он из другой галактики вообще. Он не обманул. Не обманул. Хорошо. Благодарю. И отключаемся. Всего доброго, Ли. Благодарю. Хорошо. Поехали дальше. Кры. Мы сейчас немножечко удивлены, да? Нет, они знали, что только будет. Хорошо. Скажи мне, Грэй, а куда сейчас он отправится? Мне вот интересно. Вот вы сейчас встретили из вашего опыта. Куда они попадают сейчас? Я вас отпущу на вашу чистоту. Можете не бояться. Будут, значит, узнать, какой вред он принес. И будут связываться с его правительством. И какое наказание грозит в таких случаях из опыта? Как вы думаете? Приблизительно, чтобы вы поняли? Бывает, что правительство само наказано. Благодарю. Хорошо, Грэй, я благодарю вас за ответ. Вы были самые кооперативные в этом отношении. У меня нет больше желания вас задерживать. Вы готовы уходить на свою чистоту? Да, готова. И я надеюсь, вы больше в это тело никогда не придете. Скажите мне об этом. Мы не придем. Благодарю. И открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Грэйф. 1, 2, 3. И Грэй уходит без болезни на свою чистоту. Все трое. 1, 2, 3. Закрывай, опечатай, растворяй. Веселая компания. Готово. Знаешь, давай вернем его душу и сознание. Как-то так можно сделать на всякий случай? Можем. Хорошо. И Илья сейчас выражает свое искреннее намерение собрать все частички своей души. Все частички своего сознания, которые не находятся сейчас в его биополе, в своем теле. Я посчитаю от 1 и от 3. И все частички Илья пожелает, чтобы все эти частички вернулись на свои места в его биополе. И сознание, и частички души, которые сейчас отсутствуют. Они притягиваются как магниты, где бы они сейчас ни находились. Значит, 3. 1, 2, 3. Начинается процесс. Илья притягивает все частички своей души, все частички своего сознания. Все возвращается назад. Все, что отсутствует, до числового значения 100%. И возвращаем все частички ДНК, которые были украдены. У Ильи они возвращаются силы, его намерение к нему назад. 1, 2, 3. Да будет так. А так и есть. ДНК возвращается. Сознание возвращается назад. Душа возвращается. Все возвращается. Все возвращается. До малейшей, до последней частички. Да будет так. А так и есть. Илья притягивает. У него сознание. Сознание украли, да? Пострадало, да. И капля ДНК возвращается. Отлично. В душе такое, как пыль что-то идет. До последнего микрона возвращаем все свое себе назад. Готов. Отлично. Хорошо. Мы сейчас все вернули уже? Да. Хорошо. Мы закончили чистку и Ильи. И у него, у нас остались еще 10 вопросов, которые он хотел задать своему куратору. Хорошо. И я делаю запрос в энергоинформационном поле и прошу к нам прийти куратор или учителям с 1997 года, воплощенного на земле. Просим куратора или учителя прийти к нам в комнату диагностики. У него архангел Михаил, учитель. Мы приветствуем архангела Михаила. Он нас приветствует. Архангел Михаил, это ваш ученик? Да, мой подопечный. Хорошо. Мы тогда задарим вопрос его к куратору, потому что, я думаю, мы можем... Я здесь просто что-то... Вы хотите что-то передать? Я здесь просто показаться. Мы очень рады вас видеть. Общайтесь с куратором, пожалуйста. Благодарим вас, архангел Михаил. Посылаем вам искреннюю энергию благодарности. Примите. Хорошо. Я здесь для того, чтобы душа Ильи видела защиту и могла связаться со мной напрямую. Отлично. Он это услышит, он обязательно это сделает, архангел Михаил. Благодарю вас. Что еще говорит Вера? Нет, он ушел у нас. Хорошо. Хорошо. Можно понять в комнате кто. Куратор. Снимаются все маски и голограммы. Одень, два, три. Мы приветствуем куратора. Ильи? Женщина. Хорошо. Мы приветствуем куратора. Представьтесь, пожалуйста, с кем имеем честь общаться. Инга. 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 Очень приятно. Меня зовут Влад. Это Вера. Мы сегодня проводили чистку вашего подопечного. И вытащили из него там кучу всего разного неприятного. Один, даже гуманоид, был очень опасная сущность. Ничего больше ему не мешает. Ничего больше он может абсолютно спокойно дальше развиваться. И он изъявил желание задать 10 вопросов своему куратору. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Я благодарю вас за встречу с Ильей. Я здесь для того, чтобы охранять его. Отвечу на любые вопросы. Хорошо. Начинаем. Первый вопрос. Имя куратора и как установить с ним более доверительно тесный контакт? Она ему говорит, посмотри на меня и запомни. Только ты будешь знать, как я выгляжу. Отлично. Благодарим вас. Мы тогда переходим ко второму вопросу. Я сразу хочу сказать, Инга, здесь будут и материальные вопросы. Я знаю, кураторы не особо их любят, но он их написал, поэтому я прошу ответить, как вы сможете на него ответить. Второй вопрос. Чем стоит заняться в сфере финансов и сама реализация в матрице? Вопрос понятен, но если я скажу, чем, ты не добьешься успехов в этой сфере. Благодарю вас. Ищи для этого душа на земле, чтобы искать и находить. То, что тебе приятно. Благодарю. Слышать сердце и разум. Отлично. Третий вопрос еще менее понятный. Есть шанс переписать сценарий с моей в кавычках звездочкой. И далее он пишет, куратор поймет, о ком речь. Я боюсь, что здесь, если вы не поймете, мы вытащили дракона и гуманоида, они ему там такие картинки показывали. Я отвечу. Пожалуйста, благодарю вас. Сценарий будущего нет. Сценарий прошлого нет. Сценарий будущего будет зависеть от тебя. Благодарю вас. Все в твоих руках. Хорошо. Четвертый вопрос, наверное, вы поймете. Мой куратор темный? Вопросительный знак. Так что Архангел Михаил приходил, он задает такой вопрос. Относитесь ли вы к темным, Инга? Я не отношусь, и ты не относишься. Твоя душа светлая. Отлично. И пятый вопрос. Он пишет, если да, можно ли это сменить? Ну, вы уже ответили на четвертый вопрос на это. Я тогда перехожу к шестому вопросу. Как стать неподконтрольным в моем дальнейшем пути? Тебя нет на это сил пока, если ты имеешь в виду матрицу Земли. Все остальное сегодня было убрано. Благодарю вас. Замечательный ответ, Инга. Седьмой вопрос. На каком моем поведении меня ловят эгрегоры? Привычки. Как вы быстро отвечаете? Продумай свои привычки. Привычки. Благодарю вас. Восьмой вопрос. Странный вопрос. Согласен. Я феникс, но что это значит? Я антихрист или грядущий царь? Вопрос странный, но задать стоит. Это человек со светлой душой. Все остальное грязь. И феникс тоже, да, этот? Который он имеет в виду? Это память души, созвездие лебедя. А, вот как. Значит, это из прошедших вопросов. Доля правды здесь есть. Хорошо. Значит, мы на восьмой вопрос ответили. Или вы хотите что-то еще добавить, уважаемая Инга? Пока достаточно. Благодарю вас. Девятый вопрос. Я сейчас не доверяю своему ближайшему окружению, даже семье. На то есть причины, вопросительный знак? Отчасти. Отчасти это ответ. 20% недоверия. Остальное? Остальное я постараюсь объяснить. Пожалуйста. Из недоверия 20%. Опять не так. Дай мне подсказать слова. Твоя семья не враги тебе. На 80%. 20% они делают ошибки, как и любят другие люди. Так понятнее. Абсолютно понятно. Абсолютно понятно. Он с этими цифрами может начать. Благодарю вас, Инга. И самый последний вопрос, который у нас остался. Десятый. Я на своем пути или меня уводят с этого пути? Если я не на своем пути, где реперная точка квантового перехода, чтобы вернуться в реальность свою? Считаю, что реперная точка произошла сегодня. Если еще сейчас. Лучше не бывает. Благодарю вас, Инга. Больше вопросов у нас нет. Больше ничего не написал. Десять вопросов. И я хотел спросить, если вы хотите что-то сейчас лично ему передать, это был бы самый лучший момент. Откинь себе грязь и ложную информацию. Начни все с чистого листа. Под моей защитой. И защитой своего учителя. Это лучшее, что ты можешь сделать для своей души. Благодарю вас, Инга, сердечно за вашу помощь. У нас есть добрая традиция. Все кураторы, все учителя, которые к нам приходят, мы делаем подарки. Они могут заказать себе что угодно с земли. Может быть, какую-то мыслеформу. Может, какую-то родниковую воду. Или продукты питания. Или одежду. Все, что вашей душе угодно, мы можем для вас материализовать. Будете ли вы так любезны. И скажите, пожалуйста, что бы вы хотели получить. Очень интересно. Я бы хотела побывать на охоте. На охоте? Кабана. Можете предоставить? Можем попробовать вам. Ну, хорошо. Давайте сделаем. И, Верочка, давай сделаем сцену. Лес. И охотники идут. Среди них находится Инга. И впереди бегут, загоняют кабана. Вот этот кабан выскакивает из леса. И охотники. Вот это вся охота. Кто-то трубит там в трубы. Вся эта сцена. Голубое небо. Зеленая трава. Отличная погода. Птички поют. Один, два, три. Передай, пожалуйста. То, что вы хотели. Прекрасно. И от нас, Верочка, мы дарим корзину вам с нашими самыми вкусными ягодами, которые только есть на земле. Самый чистый экологический продукт. Один, два, три. Появляется Вера в руках. И она передает Инге из благодарности от Ильи, от меня и от Веры. Примите, пожалуйста. Благодарим вас. Я бы хотела пояснить. Я хотела дух охоты. Не убийство. Я понимаю. Мы никого и не убивали. Кабан-то живой. Давайте теперь отпустим его. Хорошо. И мы делаем следующее. Я посчитаю от одного до трех. И кабан уходит живым в свои леса. И охотники теряют его. Один, два, три. Стоят, крутят головами и не могут ничего понять, куда делался кабан. А кабан уже убежал. И остался жив. Будет лучше, если они осознанно отпустят его. Было бы, конечно, лучше. Хорошо. Тогда придется закончить до конца эту сцену. Тогда тот кабан, который они до этого словили, он еще живой, связаны ноги у него. Они осознают, что они делают неправильно, сделали неправильное действие. Развязывают его ноги, шлепают его по попке и он убегает к своей семье. На счет три. Один, два, три. И никто из них больше никогда не берется за ружье. Они понимают, что они неправильно делали. Как вам такой сценарий? Я терпеть не могу охоту лично и убийство животных. Поэтому мне такой вариант намного милее самому. Отлично. Ну вот и хорошо. Теперь можно просто погулять по лесу. Отлично. И тогда оставляю вам чистейший вековой лес с огромными деревьями. С птицами, с голубым небом. Река течет рядом, зеленая трава. Чистая природа. Я не зря попросила эту сцену. Были времена, когда звери осознанно принимали участие в охоте, а не из-за страха. Было весело всем. Это игра была, вы хотите сказать, раньше? Или это все-таки за едой кто-то охотился? Если можно, поясните. Я о таких временах не слышал никогда. Наверное, очень давно было. Конечно, слышал, когда люди жили с животными рядом. У животных есть свое сознание. Оно не было таким примитивным. И люди не смотрели на них, как на еду. Скажите, Инга, когда же это было? У нас это все потеряно. Все эти знания. Когда это происходило на Земле? Я первый раз от вас такое слышу. Но это очень приятно услышать, что такое действительно было. Я считаю, у них есть душа. С этого все начиналось. С этого все начиналось. Я думаю, первые люди на Земле были самыми счастливыми, я так полагаю. У них не было ложных мотиваций, как у нас здесь в материальном мире стало. Вы жили в те времена, Инга? Бывало там. Очень интересно. Большое прощение. Без проблем. За мой запрос. Инга, никаких прощений. Мы с удовольствием это для вас сделали. Для нас это было действительно новое. Я еще такого сам никогда не делал. И мне было приятно, что у нас это все получилось. И такой у нас счастливый конец этой истории стал. Так что я вас благодарю за этот сценарий, за то, что вы внесли свою лепту в наше общее дело. Помочь Илье. Благодарю вас. Хорошо, Инга. Мы примите нашу энергию благодарности. И мы будем сейчас возвращать тонкое тело Ильи, тонкую копию в тело. Он все слышал. Он с вами свяжется. Имя ваше он знает. Кто его учитель, он сегодня поймет. И какая лежит на нем ответственность. И какие у него возможности есть. Я благодарю вас. И буду ждать встречи с Ильей. Благодарим вас, Инга. Всего доброго, Вера. Раз, синхронизируйся. Один, два, три. Хорошо. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Ильи в систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем его к каждому внутреннему органу каждой клеточке. Из виленки головного мозга идет 100% синхронизация вибраций энергии между физическим телом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отлично. И отключайся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики. Один, два, три. Я здесь. Субтитры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok